Книга «Открытым оком». Восьмой том. Тема «Монашество». Вопрос 2178. Как можно познавать волю Божию? Наша дочь понравилась служащему при церкви молодому человеку. Ему нельзя стать священником, пока он не женится. Его выбор пал на нашу дочь. Его родители против этого брака. Тогда они решили написать два закрытых ответа и положили на святое место в храме и стали молиться. Мы тоже участвовали в молитвах. Выбор остался такой – замуж не выходить за этого человека. Но она любит его. Воля ли это Божия, чтобы отказаться от всего намеченного? А может, она была бы счастлива в этом браке? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Здесь многоступенчатая подвальная лестница. Сначала нужно было приложить силы, чтобы его родители были согласны. Если они так и не согласны, то почему? Если они грубо неверующие или еретики, тогда попытаться сломить их упрямство. Придется подождать. Но без согласия родителей никак нежелательно совершать столь ответственный шаг. Горячка пройдет, а жить придется не в лесной избушке в тайге. Вступающие в брак должны иметь согласие родителей своих. Василий Великий, правило 38-42. И от своих господ Василий Великий, 40-42. А уж загадки Богу загадывать – это вовсе никуда не годится. Но уж если вы на этот шаг решились и молились Иегове, то сохрани вас Бог произносить имя Господа Бога напрасно. Исход, 20 глава, 7 стих. Он мог и услышать вас. Вы же о том ему и досаждали. Тогда ответ вам был от Бога, и рассуждать больше вовсе уж и не о чем. А если вы посигнете, чтобы на всем, на своем настоять, то вы будете прокляты и развеяны, и меч пожрет вас. У евреев был такой случай с пророком Еремией, которого также просили вопросить о них Бога. Но поступили они после по-своему, и все погибли. Еремия, 42 глава, 5 и 6 стихи, из 19 по 22 стихи. Они сказали Еремии, «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь, Бог твой. Хорошо ли, худо ли то будет, но глаза Господа Бога нашего, к которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны глазу Господа Бога нашего». К вам остаток Иуды изрек Господь. Не ходите в Египет. «Твердо знайте, что я ныне предостерегал вас, ибо вы погрешили против себя самих. Вы послали меня к Господу Богу нашему, сказав, «Помолись о нас Господу Богу нашему, и все, что скажет Господь Бог наш, объяви нам, и мы сделаем». Я объявил вам ныне. Но вы не послушали глаза Господа Бога нашего и всего того, с чем Он послал меня к вам. Итак, знайте, что вы умрете от меча, голода и моровой язвы в том месте, куда хотите идти, чтобы жить там.